Здравствуйте! Сегодня у нас такая вот любимая мной тема, ранговая корреляция. Это любимый мной и моими студентами способ проведения времени на лекциях. Мы с ними что-нибудь ранжируем, и я из них выбираю самого необыкновенного, или самую необыкновенную, самую замечательную. Вообще, это не только для них интересно, кто же из них самая необыкновенная будет, а и для меня бывает так вот, как вот в том примере, что я вам сейчас расскажу, нашлась какая-то девушка, не буду говорить ее пока имени, чтобы до конца вам было интересно в наших данных. И вот эта девочка оказалась самой необыкновенной среди них. Я говорю, вы у меня сегодня пришли первый раз? Да нет, я говорю, Кадюва на все занятия, действительно, там в журнале везде плюсики стоят. И вот я только ее и заприметил, она оказалась такая умненькая, замечательная, вообще просто прелесть, само совершенство. А нашел я ее, ну, правда, я не знаю, что мне с ней делать, нашел-то нашел, экзамен сдаст и все. Вот. А нашел я ее, вот такую необыкновенную, так сказать, вычислил, только благодаря тому, что применил метод ранговой корреляции. Значит, долгое время я занимался тем, что заставлял детей, первокурсников, только что начавших курить, ставших, так сказать, бальфеми, заставлял их ранжировать эти сигареты. Вот. Это такой был эксперимент. Люди повзрослее, вот у них с ранжированием сигарет интересного результата никогда не получалось. Потому что люди взрослые, они уже давно испорчены, вот, с испорченными легкими, им нужны те сигареты, от которых они меньше кашляют. А вот молодежь, она еще западает на лейбл, на название, на цену. Обычно самые дорогие сигареты, они самые престижные. Вот так. И у них, я выяснял, что, оказывается, самые такие внушаемые, несамостоятельно мыслящие дети, они, как бы вам сказать, очень сильно их вкусы коррелировали с ценами на сигареты. То есть им самыми хорошими казались самые дорогие сигареты, да? Несмотря на то, что они только что начали курить. А вот самые такие независимые мыслящие, у них корреляции с ценой было мало в их вкусе. Вот. Но этим методом я пользуюсь теперь очень редко. Как-то он не совсем политкорректный, я бы сказал. Все меньше и меньше, кстати говоря, становится студентов, которые курят. Кого не спросишь, а я не курю, а я не курю, и этот метод уже не идет. Пришлось придумать другой. Он, надо сказать, имеет более такой гуманитарный характер. Речь идет о киноискусстве. Ну, хотеть, чтобы мои студенты-экономисты, или кто там, гуманитарии, смотрели бы все кинофильмы, более-менее, так сказать, заметные, это невозможно. Но вот все фильмы, они про кого-то, да? Про какую-нибудь кинозвезду. И вот кинозвезды, вот кинозвезды обычно голливудского экрана, голливудского разлива, вот у нас есть объекты аранжирования. Вот результат некого аранжирования. Была публика, компания. Значит, несколько девочек и несколько мальчиков. Вот такая была небольшая, так сказать, группа. Мы с ней занимались где-то в подвальном помещении, это называемый математический андеграунд, там даже мобильные телефоны не работают. В общем, вот в этом андеграунде со мной встречались Марина, Маша, Вика, Оксана, Юля, Сергей, Трофим и Денис. Вот такая, значит, компания из восьми человек всего лишь навсего. Вот, значит, восемь человек. Им было предложено проранжировать актеров замечательных. Так сказать, Брэд Питт, Джонни Депп, Джим Керри, Леонардо Ди Каприо. Всего одиннадцать человек, значит, все остальные оказались на других, так сказать, слайдах продолжения. Чтобы нам не бегать по слайдам, я кое-что поясню вам, как же это ранжирование проводится. Ну вот Денису больше всего нравится Брэд Питт, он его поставил, единичку. А меньше всего он реагирует на Леонардо Ди Каприо, он поставил ему одиннадцать. Как видите, большинство наших персонажей Леонардо Ди Каприо отнесли куда-то в хвост своих списков. Вот почему-то это так всегда бывает. Обычная публика всегда так вот на него реагирует отрицательно. Чего он вам не нравится, я всегда спрашиваю. Действительно замечательный актер, он в каждом фильме какой-то такой другой образ совершенно создает. Не знаю, почему он им не нравится. Вот, так сказать, комик Джим Керри почти всем относительно нравится. Много очень у него первых мест, целых три места первые у него. А вот Леонардо Ди Каприо не понравился. Значит, вот тут у нас у Вики, вот она такая очень оригинальная девушка, в том отношении, что у нее есть дробные ранги. Почему они появились? Вот у нее чемпионом ее сердца был Джим Керри, да? А второе место было еще у какого-то актера, он где-то там внизу, посмотрим. А вот между Брэдом Питтом и, кем же еще и, посмотрим, и Аль Пачино, она никак не могла сделать выбор. Значит, он должен был у нее занимать между третьим и четвертым местом. Вот третье и четвертое место, которое было предназначено Брэду Питту и Аль Пачино, ей пришлось разделить между ними пополам. Три плюс четыре, семь, пополам три с половиной. Вот так же у нее вышло с Арнольдом Шварценеггером, она с ним, его делила с кем-то там, пятое и шестое место. Вот так вот. И десятое, одиннадцатое, тоже у нее два человека были претенденты на это место. Значит, кто же еще у нас попал? Киану Ривз, Арнольд Шварценеггер, набравший, кстати, не очень хорошие баллы. Ну вот, например, девочка Маша дала ему три очка. Роберт Де Ниро. У всех, видите, какие баллы? Семь, восемь, шесть, девять у девочек. А мальчики его больше оценивали. Один, три, три. Вот такие были ранги. И девочка Маша дала ему очень сильно отличающийся от прочих женских рангов место. Четвертое, да? Заметили? Вот эта девочка Маша, она вот у нас как раз оказалась самой необыкновенной. Поглядите-ка, я вот сейчас вернусь на предыдущий слайд. Поглядите-ка, вот Джонни Депп. У Марины десятое место, у Вики одиннадцатая, у Оксаны восьмое. А у нее первое место, Джонни Депп. Вот. Она вот так вот угадала. Ну, она оказалась близка моему сердцу еще и потому, что не только математика подтвердила, но мне вот тоже из всех этих актеров больше всех нравится, наверное, так сказать, Джонни Депп. Вот. Видите, вот Джонни Депп, вот он оказался и Маше нравится. Видите, какая его, так сказать, родственная душа. Это Маша для меня. Итак, как же нам считать со всем этим делом? Так, весь ли список? Нет. Вот последние три человека. Ричард Гир, любимец девочек. Джон Траволта и Николас Кейдж. Вот такая вот компания подобралась. Как же нам оценить суммарный результат во всем этом деле? Дело в том, что за базу сравнения нужно что-то принимать. Вот хочется, скажем, самые необыкновенные вкусы среди девочек выяснить. Но для этого нам потребуется найти какой-то вот средний, усредненный вкус. И поступим мы точно так же, как раньше, да, наверное, и теперь поступали на чемпионатах по фигурному катанию. Несколько, так сказать, судей, в нашем случае это не судьи, а студенты. Собственно, они являются у нас как раз теми самыми, так сказать, подопытными объектами. Вот мы их изучаем, а не Джонни Деппа и Ричарда Гира. Мы изучаем отношения к этим, как скажем, символам, да, символам кинематографическим. И отношения вот этих вот людей. Выясняем из них самый необычный набор отношений, да, набор вкусов. Так вот, суммируем ранги, которые получили. Вот девочки. Вот Брэд Питт в сумме получил 22,5 очка, 22,5 места. А меньше всех получил Джим Керри 17 очков, да. Вот в среднем где-то ему давали место где-нибудь 3,4. 5 девочек, сумма рангов 17, да. Вот такое вот. Так вот, это самая маленькая сумма рангов, единичка. Первое место получили они. Первое место у нас занял у девочек Джим Керри. Брэд Питт был на третьем месте. Леонардо Ди Каприо плелся в хвосте на девятом. К сожалению, вот его чего-то наши девочки в моих экспериментах явно недооценивают. И у девочек последнее место занял Арнольд Шварценеггер. Кумир 90-х годов. А вот Маша, посмотрите-ка, она его поставила на третье место. Вот эта вот девочка Маша, вот она к нему отнеслась. Почему-то совсем по-другому. Я ее потом спросил, а почему же девочка Маша вот так вот высоко оценили Арнольда? Она говорит, вы знаете, вот фильм такой был чудесный, «Терминатор», часть вторая. Он там был такой вот, какой-то такой образ создавал, очень такой цельный, емкий образ робота, да, такого, который вот запрограммирован на то, чтобы сделать то, что он должен сделать, да, такой обязательный, порядочный. Вообще говоря, это идеал, наверное, в каком-то смысле человека, да, что сказал, как надо сделать, и сделает, потому что он как робот, да. Ну, ты видишь, как получается-то, что-то такое вот неживое, да, оказывается, должно быть присуще идеальному мужчине, да, такой вот механичности исполнения своих обязанностей, своего долга, своего обещания. Ну, вот такой вот образ Арнольда Шварценеггера вот запал в душу Маши. Это позволило ей стать одной из самых необыкновенных девочек в той группе. Что же нам дальше делать? Вот это все прочие Ричарды Гиры, Николасы Кейджи. Кстати, Ричард Гир у нас у девочек занял почетное второе место. Вот так вот. Мальчики. Мальчиков Джим Керри оказался оттеснен на второе место, а Леонардо Ди Капри оказался в самом хвосте. Четко совершенно все мальчики Леонардо оценили последним одиннадцатым местом. А вот с первым местом получились разногласия. Кто давал его Брэду Питу, кто Джиму Керри, но что ж там, кто ж восторжествовал? Восторжествовал Роберт Де Ниро. Значит, идеал мальчишек, такой серьезный персонаж. Обычно он всегда играет таких не очень симпатичных, но внешне, но богатых, наверное, духовно. Вот этот вот Роберт Де Ниро, мальчиков, казался на первом месте. Как же нам выбирать из них самого необыкновенного человечка? Выбирать очень просто. С помощью так называемого критерия ранговой корреляции. Коэффициент ранговой корреляции с пирмена. Для этого нужно проделать нехитрые вычисления. Что же нужно посчитать? Вот смотрите, вот хотим определить разницу вкусов усредненной девочки и усредненного, так сказать, мальчика. Не совсем корректно, не с точки зрения какой-то корректности эмоциональной или этической, не совсем корректно с точки зрения математики делать выводы о вкусах мальчиков всего по трем людям. Трем представителям этого славного пола. Мальчиков. Не совсем корректно, девочек все-таки было больше, причем существенно больше. Ну вот уж, извините, да, вот что есть, то есть. По крайней мере, это вкусы мальчиков той группы. В этом смысле все нормально, да? Вот сравниваем эти вкусы. Значит так, Брэд Питт у девочек оказался на третьем месте, у мальчиков на четвертом. Вот эта вот буковка Д, она так идет немножко бочком, Д, это разница рангов, которые дали мальчики и девочки этому персонажу. Абсолютная величина этой разницы. Не важно, кто из них больше, мальчики или девочки, мы не ставим, никого из них главнее не делаем. Вот тут, например, разница между Джонни Деппом. У Джонни Депп чуть хуже оценивается девочками, ранг у него выше 5, то есть это плохо 5, да? Капитан первого ранга гораздо главнее, чем капитан пятого ранга, хотя такого даже ранга-то нет у капитанов. Вот тут вот разница везде, почти везде единички, заметите. Вот только по Леонардо Ди Каприо мнения так разошлись более или менее серьезно на два ранга. В последнем правом столбце он обозначен незамысловато такой буковкой Д в квадрате. Д в квадрате, это значит вот эта величина, возведенная в квадрат, умноженная сама на себя. Единички в квадрате, конечно, единицы, хоть и квадратные, а двойка в квадрате – это 4. Вот так вот спокойненько для всех объектов надо просчитать ранги. И что там у нас еще? Киану Ривз. Вот его оценили мальчики значительно выше. На 4 ранга он у них выше оказался. У девочек он на 10-м месте, у мальчиков на 6-м. Поэтому вот он огромный дает вклад нам в общую сумму различий, вот этих 16 квадратных рангов. Арнольд Шварценеггер. Мальчики его тоже еще ценят. Но все-таки, значит, еще живо что-то в мальчиках, то, что было в них в 90-х годах. Вот они, тоже разница между девочками 4 ранга. Сильнее всех сыграл Роберт Де Ниро. Девочки как-то его мои не восприняли. 8 очков. У него 8-е место, а у мальчиков он на первом месте. Разница огромная. 7 рангов, то есть 49, 7 в квадрате. Ну вот, с Альпачино тоже вышло так. А вот с Альпачино наоборот. Вот падишь-то, как получается. У девочек Альпачино на 4-м месте, а мальчикам почему-то не понравилось. Попал на 7-е. Такой замечательный, такой, так сказать, гангстерского вида персонаж. Вот, говорящий таким, в общем, таким загадочным криминальным голосом. И надо же, мальчикам он не понравился моим. Ну, надо же, бывает. Но не так уж сильно большая разница. Вот по Роберту Де Ниро 49 d в квадрате, а тут только 9, да? Но, заметьте, вот что этого нам дает d в квадрат? Это, собственно говоря, величина, которая определит нам разницу вкусов. Ну, продолжим наш обзор. Ричард Гир, вот тоже по нему хорошо вкусы разошлись. Мальчишкам он не нравится. А вот девочкам понравилось. Помните, он всегда играет таких вот влюбленных мужчин. Так вот он так вот их любит, прям любит, не знаю как, прям вот. Вот, вот так любит, что на втором месте оказался у девочек. Вот, а мальчик, вот, мальчишки там, они еще к любви, наверное, еще не готовы. Вот 10 очков только у них было. Вот как. 64. Вот самое большое, наверное, у них различие в оценке Ричарда Гира оказалось. Джон Траволта мальчишкам нравится. А девочкам больше Николас Кейдж, чем мальчикам. Ну, тоже где-то в хвосте плетутся. Вот это вот число заветное, 179. Ради него все эти вычисления проводились. Сумма вот этих вот квадратов, разниц рангов. Сумма d квадрат. Кстати говоря, желающие могут что-нибудь поранжировать на пару. Он и она, например, да? Стоит ли им вместе входить в кино и брать билеты где-нибудь на хорошие места, а не наряд для поцелуев, да? Значит, есть им смысл вместе кино смотреть? То есть у них одинаковый вкус или нет, да? Вот посмотрим, что же тут у нас получается. Значит, сумма d квадратов 179. А дальше вот я вам заветная формула. Рекомендую вам ее запомнить, а лучше всего записать. Запомните, а лучше всего запишите. Как было сказано в одном романе Джока Лондона. Значит, вот он, коэффициент ранговой корреляции с пирмина, так он называется. R. Обычно так вот коэффициенты корреляции обозначают буковкой R маленькая. Ну, а зато слово ранг, вот это вот R, ранговая корреляция. Что же оно такое есть из себя? Замысловатая, в общем-то, формула, на первый взгляд. Я долго ее не мог запомнить, но как запомнил, так она мне в душу и запала. Вот смотрите, что здесь есть. Странное нагромождение цифр. 6 почему-то. 6 умножить на сумму вот этих вот d квадратов. Квадратов разностей рангов. Двух вот сравниваемых объектов. А внизу N. N это количество аранжируемых объектов. Вот у нас было 11 актеров, которые дети мои, значит, распределяли между ними, так сказать, места. N квадрат минус 1. Значит, тут будет 11. Тут 11 квадрат, это 121 без единицы. Это значит 120 на 11. Какие-то числа. Что это такое? Для чего? Совершенно непонятно. Кстати говоря, чтобы было чуть-чуть попонятнее, я вот вам покажу, что это такое. D это разница рангов. Это чуть-чуть попонятнее. D вот это ранг итого актера, значит, штриха, это значит, мальчики или девочки оценивали, а это оценивали мальчики. Например, два штриха им досталось. Квадрат разности рангов. К чему бы это все? Сейчас объясню. Значит, тут дело вот в чем. Я вам сейчас приведу два простых числовых примера. Вот кто-нибудь проранжировал четыре объекта, ну, чтобы не выместилось на одной таблице, и вкусы их совпали. И она любит Леонардо Ди Каприо, и он любит Дианардо Ди Каприо, и он не любит кого-нибудь, и она именно его меньше всех ценит и уважает. Места одинаково распределились. Первое, второе, третье, четвертое, и, соответственно, второго объекта, второго, как сказать, ранжирователя, да, как того, кто ранжирует, второго эксперта вообще это называется. Тоже такие же ранги, один, два, три. Разницы между рангами, ну, никакой, ну, абсолютно никакой. Значит, квадраты нулей, я даже постеснялся здесь еще один столбик написать, Д в квадрате, тоже будут нулями. Сумма их тоже будет равна нулю, я даже внизу не стал писать эту сумму, равна нулю будет. Чему же будет равен тогда коэффициент ранговой корреляции с пирамина для этой компании? Вот, давайте посчитаем. Единица, замечательно, минус дробь. Шесть, вот эта загадочная шестерка, непонятно для чего там стоявшая. Умножить на ноль, это сумма Д в квадрат. Н, это четыре объекта, которые мы заставляли наших экспертов ранжировать, предлагали нашим экспертам проранжировать. Конечно, мы не заставляли никого. Четыре. И вот эта вот величина, н квадрат минус один. Четыре в квадрате шестнадцать, минус один пятнадцать. Что же получается? Единица минус, зачем только говорил про все эти умножения, минус ноль. Это будет единица, полное совпадение вкусов, полное взаимопроникновение друг в друга, вот у этих вот объектов ранжирующих. Надо сказать, что настоящие психологи, в отличие от меня, не предлагают ранжировать актеров каких-нибудь. Они, видите ли, предлагают ранжировать какие-то вот качества людей, вот качества будущего мужа, например. Как вы представляете себе мужа, спрашивают, значит, невесту. А жениха спрашивают, а как вы представляете себе будущую жену? Что вы, что самое главное для хорошей, для гармонической супружеской жизни, гармоничной, да? Ну и на выбор им предлагают разные там вот всякие вещи, там, доверие, любовь, еще что-нибудь. Ну, кто что придумает, да? Это вот уже дело психологов, а не математиков, что туда составить. Ну, вот актеров мы подобрали не совсем бессмысленно, потому что обычно каждая из кинозвезд, она или он символизирует какое-нибудь качество. Ну, вот, к сожалению, значительная часть кинозвезд – это актеры, так сказать, определенного амплуа. Не сказать одной роли, но определенного амплуа. Если Шварценеггер – вот такой киногерой, так он киногерой. Вот. Если Ричард Гир – вот такой вот влюбленный человек, так он влюбленный человек. Вот он везде вот такую вот роль и играет. То есть это делается не просто вот потому, что вот не может Ричард Гир ничего другого сыграть. Нет, он, наверное, может сыграть. Но потому что уже создан такой определенный лейбл. Люди идут на Ричарда Гира смотреть на переживания влюбленной пары. Ну, так а ему тут предложат какой-нибудь там финансовый афер. Это совсем не то, это не для него. Но финансовый афер – это есть для этого другие персонажи, другие актеры, чтобы изображать финансового афериста. Ну, так вот. То есть в этом тоже какой-то смысл есть. Если бы отобрать, конечно, более серьезно вот эти вот персонажи, которых мы вставляли бы в этот листинг для ранжирования, да, то это была бы почти что наука, наверное, да. Вполне психологическое исследование, настоящее было бы. А так? Ну, так. Ведь вставляют кого? Кого помните? А вот такого помню. А вот Джонни Деппа. Ну, давайте ставим Джонни Деппа. Вот. А вот другая пара. Совершенно поперешная. Она говорит, главное в семейной жизни – любовь. Взаимопонимание на втором месте стоит. Деньги она поставила явно на четвертое место, а третье место, я не знаю, хорошее человеческое отношение или что-нибудь еще в этом роде. А у него все наоборот. Любовь на последнем, на первом месте – деньги. Он делает деньги, а они вроде не нужны почему-то. Вот они, разницы какие вышли. Три, один, один, три. Вот это разница рангов. Ну, абсолютная величина разницы. Квадраты. Разница. Девять – это три в квадрате, единичка, единичка, еще девяточка. Сколько же будет тут сумма? Нетрудно посчитать. Девять до один, десять и еще десять. Двадцать. Чему же в этом случае будет равняться коэффициент ранговой корреляции? Смотрите и удивляйтесь. Все та же самая картина, только вместо нуля у нас стоит двадцать. Потому что сумма ранговой корреляции, вот этих различий рангов, квадратов различий рангов, у нас оказалось двадцать. Внизу количество ранжируемых объектов, умножить на n квадрат без единицы, то есть на пятнадцать. И что же получается? Наверху сто двадцать делить на шестьдесят. Два. Единичка минус два. Минус один. То есть прямо противоположным вкусом, когда они вот с точностью-то наоборот. Вот, понимаете ли. Она любит театр, а он любит футбол, например. Больше всего в жизни. Не за развлечения. Вот видите, вот такое вот различие. Прямо противоположные вкусы, значит, прямо противоположные оценки минус единицу дают. Вот так вот оказалось. Так что все очень просто. Каждый теперь из вас сможет на себе и своих близких провести такой эксперимент. Эксперимент, собственно, будет заключаться в том, чтобы вам под вашего-то ощущения степени близости духовной с этим человеком, или какой-либо еще близости, я не знаю, близости взглядов там на погоду или на политику, подобрать подходящий набор аранжируемых признаков, аранжируемых объектов. Вот это, собственно говоря, искусство, которое лежит за пределами, так сказать, пока математики. Вот ее еще я не знаю, как формализовать. Может, кто и формализовал. Итак, посмотрим, что же у нас вышло. Вот она. Разница рангов у мальчиков и девочек. Напомним. Чему же она там была равна? Она у нас была равна сумма d квадратов 179. Ну, подставляем формулу и будем считать. Значит, внизу у нас 11 объектов было ранжируемых. 11 умножить на 121 без единицы. То есть тут будет на 120. Ой, так сразу не сообразишь, сколько же это будет. Давайте посмотрим. Тут, наверное, посчитано. И точно посчитано. 41,220. Вот сколько это будет. То есть 0,186. Как это понимать? А понимать это в данном случае нужно следующим образом. Что так же, вот как и коэффициенту называлось это эмпирическое корреляционное соотношение, так и коэффициентом корреляции, применимо такое правило. Если коэффициент вот этой ранговой корреляции по модулю меньше 0,3, то, в общем, какой-то корреляции положительной или отрицательной здесь на самом деле нет никакой. То есть вкусы мальчиков и девочек в той группе развивались совершенно самостоятельно друг от друга. Ничего общего у них не было. Если бы коэффициент был больше, чем 0,3, то хоть что-то у них было бы такое вот, значит, общее. А если было бы меньше минус 0,3, это значит, что у них могли бы возникать по какому пору споры, да, вот так вот, из хлестка, так сказать, вкусов кинематографических, да. Ну, особенно ярко было бы, если было бы по модулю больше, чем 0,7, вот этот коэффициент ранговой корреляции, либо такой мир и благоволение больше 0,7 положительной. И, ну, явное неприятие вкусов, вообще вот эти вот мальчишки, они из рогаток стреляют, а девчонки бантики завязывают и в куколы играют. Это вот на таком уровне, наверное, было бы, значит, меньше, чем минус 0,7. Ну, и вот, к сожалению, мне не удается ставить опыты на маленьких детях, а то вот как раз у них-то это как раз половой деморфизм, по-моему, так называется, во вкусах кинематографических, наверное, появлялся бы особенно сильно. Хотя, кто его знает, может быть, и нет. Вот не имел я возможности ставить опыты. Если у вас есть возможность, попробуйте, поставьте. Интересно, что получится. Кстати, можете нам на форум сообщить ваш результат. Вот, глядишь, вот много-много у вас соберется таких экспериментаторов. Мы целую научную работу напишем, вот, совместными усилиями. Помню, в старое время, ну, наверное, сейчас тоже так же, очень популярны были такие большие экспериментальные работы, что-нибудь по ядерной физике, что-нибудь с большим ускорителем, что-нибудь с огромным компьютером, и там 30-40 авторов, да, вот. Потому что каждый внес свой вклад. Кто-то припаял что-нибудь, кто-то заметил, что неправильно припаяно перепаял это место. Ну, и каждый, значит, соответственно, что-нибудь свое внес в эксперимент. Так вот и здесь можете поэкспериментировать на детях. Или на взрослых. То есть между вкусами мальчиков и девочек, к сожалению, никакой, ничего такого нет. Они разные. То есть мальчики и девочки разные. Им даже и поссориться-то, в общем-то говоря, повода нет, да. То есть у них вот нет таких вот схлесток. Они просто разные. Просто живут, так скажем так, перпендикулярно друг другу. Вот такого рода коэффициенты, корреляции, они знаете, что напоминают? Напоминают, чуть не сказал сейчас такую вещь, которую не математику будет слышать, будет слышно не очень приятно слушать, не очень понятно, вернее. Знаете, скалярное произведение векторов. Вот когда у вас векторы перпендикулярны друг другу, вот так вот перпендикулярны два вектора, то их скалярное произведение равно нулю. А когда они параллельны, их скалярное произведение достигает максимума. Вот. Оно максимально. Ну так вот, и вот что-то вроде, вот этот коэффициент корреляции, это что-то вроде соотношения двух векторов. Два единичных вектора, если они абсолютно, так сказать, параллельны, значит, в одну сторону смотрят кончики этих вот векторов, значит, острия стрелочек, то коэффициент ранговой корреляции равен единице. Если они прямо противоположно смотрят, минус единицы. А если под углом друг к другу, перпендикулярно, то есть это совершенно разные вкусы вообще, ничего общего, да? То есть принципиально, не просто противоположные, да? Один любит вот покурить, а другой выпить, а курить не любит. Говорит, это вредно для здоровья. А тут, говорит, ну подумаешь, я курю, зато я пьяным не бываю, гораздо лучше. Ну вот, и оба по-своему праву, то есть они оба, так сказать, вот испытывают разные болезненные пристрастия на самом деле. Вот, они противоположные, да? А так, вообще ничего общего нет. Вообще перпендикулярно. Перпендикулярно друг другу мнение они. Вот я только вот эти все разговоры про вектора завел только для того, чтобы сказать, что вкусы людей в этом случае просто перпендикулярны. Да? Практически ничего не совпадает. Ну вот. Хочется поговорить отдельно о наших чудных девочках, которых мы экспериментировали. Вот это вот их, разница их вкусов со средним вкусом. Вот у Марины, видите, у нее вот по некоторым вопросам вкусы совпадали со средними вкусами. Видимо, речь шла о средних вкусах девочек. Вот они совпадали. А у Маши, посмотрите, все время идут различия. 36. Это D квадрат. Видите, вот тут 6 была разница. Тут 4, тут 5, тут 7. Какая необыкновенная Маша. Это сразу видно. А вот Вика, например, более или менее обыкновенная. У нее где-то вот тут на пол ранга отличие. Нет отличия. На полтора места отличия у нее от общего, от среднего. Да, вот. Но вот Оксана, вот тут вот выдающийся с ней результат. 64. Вот не с Леонаром Ди Каприо. Это ей повезло, потому что она вот почему-то очень высоко его оценила. Полюбился ей этот замечательный актер. Все тут актеры замечательные. Мы не ставим своей целью кого-то из них критиковать. Просто выбрали тех, кто популярен, на виду, много снимается и публике нравится. Вот у Маши только с Киану Ривсом у нее оказался. Вкусы совпали со средним вкусом. Вот так вот только у Маши. Только у одной с Киану Ривсом был. И вот она, результат наш. Сумма D квадратов. Самая большая оказалась у Маши 248. Самая маленькая оказалась у Марины 52. И вот они, коэффициенты корреляции со средним вкусом. Самый стандартный вкус оказался у Марины и у Вики. Это примерно 0,76 и 0,62. Вот где-то 0,6-0,8. Это такая хорошая корреляция. Видимо, если бы целью нашей было бы не найти самую необыкновенную особу в нашем математическом андеграунде, а нужно было бы собрать, так сказать, фокус-группу, на которой опробовать новые кинофильмы, понравился, не понравился, или проверять новых звезд, так сказать, кастинг такой проводить, то, наверное, вот Вика и Марина нам бы очень подошли. У них такой очень средний, обычный вкус, соответствующий большинству девочек нашей группы. Конечно, если выбирать действительно людей для фокус-группы, надо их выбирать на базе, в общем, достаточно большой, не только что в одной группе брать детей для экспериментов. Нужно разные слои зрителей брать, изучать их вкус, опрос, проводить. Это серьезная работа. Собственно говоря, вот такими вещами занимаются разного рода бюро по изучению общественного мнения. Это их дело, их работа. Один из элементов их производственной деятельности, можно сказать. Ну, а моя цель была найти какую-нибудь интересную особу, чтобы посмотреть и порадоваться, какая особа. Вот Маша, вот та самая Маша, минус 0,13. То есть у нее вообще ничего общего нет с этим вот взглядами девочек. Она, как сказать, перпендикулярный у нее к ним вкус, к взглядам девочек. Вот он, минус 0,13. Ничего общего, вообще никак. То есть даже нет такого, что вот какие-то противоположности. Почти никаких. Вот он очень маленький, минус 0,13. Вот какая замечательная Маша. Я вот просто вот рад этому открытию, что нашел такую замечательную девушку, Машу. Так, на мальчика тот же самый был эксперимент проведен. Ну, объем меньше. По понятным, так сказать, традиционным... Я традиционалист, да? Причинам мало меня интересуют мальчики, гораздо меньше, чем девочки. Ну, тут, правда, и выборка маленькая. Вот у них всех Леонардо Ди Каприо одинаково они его оценили. Видите, вот у них очень близкий. Не отличаются они вот от средней своей оценки их взгляда, да? Вот по нулям они. На 11 месте у них, по-моему, был Леонардо. Вот. Ну, вот у Сергея как-то вот тут какие-то большие разницы возникают, да? Это квадрат. Разница его вкуса, его данного им ранга и среднего ранга по мальчикам. Что ж тут у нас получилось? Ну, получалось, что самый необычный вкус у Дениса 0,3. Вот он, пожалуй, тоже почти что можно назвать его перпендикулярным ко всей прочей выборке. А самый типичный 0,8. Ну, некорректно говорить тут о типичном, когда их было три человека, один оказался не типичным, а два типичным. Это так как-то вот тут, ну, был бы хоть человек 5-6, тогда можно было бы говорить о типичных сдвигах, да? Так по-хорошему было бы правильно их сравнивать друг с другом. Вот аккуратненько так вот друг с другом сравнивать. Тогда бы это было бы вот, ну вот, стоит ли мы вместе ходить в кино. Или не стоит. Или лучше заниматься математикой на пару. Так, а вот это вот глобальный результат. Мелкими-мелкими же цифрами написано, как и положено, чтобы никто не догадался. Глобальный результат – это сравнивались разницы с общим вкусом. Общим вкусом для всей группы и мальчики, и девочки. Вот посмотрите, как получилось. Тоже умашет, как она меня радует. Да видите, какие большие числа, 81. Правда, и Денис тоже вот с Джимом Керри у него тут вышел прокол. Не понравился Денису Джимом Керри. Вот она вся, весь наш столбик. И каков же результат? Извольте. У Маши минус 0,15. Тоже очень далека от общего мнения, общего мнения, так сказать, разнополого, правда, мнения. Юля 0,14 и Денис 0,2. Вот это вот публика, чьи вкусы. Ну, а Маша, она со всеми разная, обратите внимание. Со всеми, со всеми разная. А вот Марина и Вика, они со всеми примерно одинаковые. Вот где-то 0,7, 0,6. Ну, тут поменьше стало, потому что тут были мальчишеские вкусы еще тут учитывались. Ну, а тут этого не было. Вот видите, как все просто оказывается. Аранжировать такие вещи. Выбрали мы самую замечательную девушку там, да, Машу. Вот такое открытие. Регулярные такие открытия совершаю. И, вы знаете, действительно, это оказывается, студенты и студентки, это как-то вот наиболее работоспособные в математике. Как-то вот... Причем, обратите внимание, я ведь не сравниваю их вкус со своим вкусом. Я не участвую в этих ранжированиях никогда. Не только не участвую официально, я даже никогда не пробовал их ранжировать, расставлять, да. Вот единственное, есть такое у меня убеждение, почему-то, что Джонни Депп самый лучший актер, да. Вот больше ничего. Вот остальных всех я не пытаюсь даже ранжировать. Они мне все нравятся, все хорошо. Ну, вот. А вот они их заставляю попытаться проранжировать. И выясняю из них самого необыкновенного. То есть речь идет о том, чтобы найти просто самый необыкновенный объект из всех. И вот он всегда этот объект какой-то вот интересный. Денис тоже интересный такой, настырный, напористый такой вот молодой человек. Вот он тоже такой вот как-то вот не очень любит заниматься, но любит быть напористым, чтобы вот троечку поставить, чтобы показать, что вот он старается. Но троечка его вполне устраивает. Ну, а Маш, по-моему, отличница, насколько я понимаю. Вот такие дела. Значит, что я хочу вам сказать. Хочу сейчас показать вам еще раз формулу, по которой надо считать коэффициент ранговой корреляции. Чтобы она у вас отложилась. Я все стараюсь агитировать, вот любуйтесь за этот коэффициент ранговой корреляции, что как его легко считать и как легко по этому коэффициенту ранговой корреляции делать какие-то психологические выводы и суждения. Значит, это единица без такой дроби, как говорится. Наверху шестерка, это принципиально очень. Вот, все это так подобрано, чтобы в случае, если у вас вкусы не совпадают полностью, то есть прямо противоположные, чтобы этот коэффициент ранговой корреляции оказался равен минус одному. Так все подобрано, вот эти вот числа, вот так вот все сделано именно для этого. Значит, N – это количество ранжируемых объектов, а R' и R' – это ранги, которые давали ранжируемым объектам два разных, как сказать, ранжировщика, два разных эксперта. Обычно это экспертами называют таких людей. Вот, квадрат разности, сумма квадратов разности. Главное, что вот, обратите внимание, сумма стоит, а значит, надо все эти разности по каждому из N объектов просуммировать. Вот это вот и есть значок суммы для этого и стоит. Вот такой очень простой метод. Что можно придумать вам, так сказать, для собственного развлечения? Собственное развлечение – это называется процедура принятия решения в условиях неопределенности, да? Вот есть у вас, например, несколько способов продолжить вам, так сказать, ваши дела. Не знаю, в какой области, но вот несколько способов продолжения ваших дел. Вы не знаете, как дальше продолжать дела. И вы начинаете, они все вам кажутся одинаково, так сказать, приемлемыми или одинаково неприемлемыми. Вы должны выбрать из них все-таки тот, который будете реализовывать. Не можете вы выбрать. Ну что ж, прибегните к такому случаю. Возьмите и способы этого решения, способы продолжения ваших дел, способы выхода замуж или, наоборот, женитьбы, неважно, проранжируйте по каким-нибудь признакам. Все зависит… Тот набор признаков, по которым вы будете эти объекты ваши ранжировать, он зависит от разных факторов. Ну, скажем, есть у вас несколько на выбор, так сказать, женихов. Я обращаюсь к нашим замечательным слушательцам, да? И вот вы можете проранжировать. Вот, ну, например, так, вот, так сказать, по росту, да? Вот кто вам больше всего подходит по росту? Вот ему единичку. Вот кто похуже, там, значит, двоечку, кто самый неподходящий вам по росту? Вы маленький, он высокий или наоборот. Например, вы ему, значит, соответственно, поставите самый последний ранг, да? По заработкам кто из них как все-таки лучше? Ну, вот этот, по-моему, все-таки больше зарабатывает. Симпатичный кто-то. Вот так попробуйте понабирать, поранжировать, да? И выбрать из них того, кто, скажем, сильнее всех отличается от всех остальных. Или обладает самой большой суммой рангов, да? Вот сумму рангов посчитаете, и вот вам будет общий ранг, значит, так сказать, этих самых женихов. Или начальников отделов, если вы начальник как чего-нибудь более высокого, в чем отдела есть. Вот такие вот дела. Так что вот этот вот метод ранжирования, он не только для психологии, но и для принятия решения в состоянии неопределенности, да? Как это называется-то? Экстремальное управление, да? Ну, просим извинений. Так это на прощание-то говорят. Прощения просим. Всех благ вам, удачи. До свидания.